Амма ба'ад Поистине мусульманин, верующий в Аллаху, покорный Всевышним Аллаху, он никогда никого не притесняет и не воспринимает притеснения по отношению к себе. Три вида зульма есть, три вида притеснений, которые Аллах, субханава тааля, запретил в Коране и в сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Каля Та'аля, «Ла тазлимуна, вала тазлимун». Всевышний Аллах, субханава тааля, описывая верующих, сказал, «Вы не будете притеснять, и вы не будете из числа притесненных». Так же Всевышний Аллах, субханава тааля, «Тот, кто из вас будет притеснять других, поистине мы его накажем большим наказанием». Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, передает слова Всевышнего Аллаха, субханава тааля, где Всевышний Аллах обращается ко своим рабам и говорит, «О, мои рабы, поистине я запретил от зульм притеснения даже самому себе и сделал его между вами запрещенным. И не притесняйте друг друга». Раваху аль-муслим передается в сахих муслим хадис. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Остерегайтесь, бойтесь зульма, бойтесь притеснить кого-то». Поистине притеснение – это мрак судного дня. Судный день, когда верующий человек, когда набожный человек будет идти, его лика будет сиять нуром, светом, и будет освещать путь свой, те же притеснители, тираны, которые притесняли других, они будут в полном мраке и ничего не будут видеть перед собой. Хадис Бухарии, муслим, приводится. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Тот, кто сделает притеснение по отношению к другому хотя бы с размером пять, то Аллах в судный день наденет на него ожерелье из семи небес». То есть на него наденет такое большое, как воротник, ожерелье, которым он будет почувствовать у души этого судного дня. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям говорит, Всевышний Аллах, субханава тааля, дает отсрочку притесняющему человеку, тот, кто притесняет других. А когда он его возьмет, то уже не отпустит. Когда возьмет его своим наказанием в судный день, уже он никуда не денется. Он его не отпустит, Всевышний Аллах, субханава тааля. После этого пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, прочитал слова Всевышнего Аллаха из суры Гуды. Таким образом, Аллах, субханава тааля, твой Господь наказывает селение несправедливых, и поистине его наказание сильное, суровое, болезненное наказание Всевышнего Аллаха, субханава тааля. Эти аяты в сурате ль-гуд, Аллах, субханава тааля, они приходят после описания наказания народа то есть как они жили в селении, где они притесняли других, где они делали друг к другу, по отношению друг к другу проявляли вот это притеснение, зульм, и Аллах, субханава тааля, сказал после того, как их наказал, таким образом Аллах, субханава тааля, наказывает селение за их притеснение. Его наказание сильное и суровое. Хадис Бухарии, муслим, приводится. Бойтесь молитвы, мольбу, дуа притесненного. Поистине между ним и Аллахом нету занавеси, нету хиджабы. Аллах, субханава тааля, отвечает на его молитву. Поэтому каждый человек, он должен знать, он должен понимать, что эти вещи порой бывают. Но Аллах, субханава тааля, дает острочку, как говорится в Коране. Аллах, субханава тааля, дает острочку, дает время одуматься, покаяться, измениться. Три вида зульма бывают, три вида притеснения. Первый зульм – аль-абдали-рабби. Это когда человек между человеком и его создателем, между рабом Аллаха и между Аллахом, субханава тааля. И он делится на два вида. Аль-куфр – ва-ширк. Аль-куфр – неверие, ва-ширк – многобожие. Аллах, субханава тааля, в Коране сказал, поистине неверующие, они тираны, они те, кто притесняют. Также фараон, если вспомнить историю Ферауна, который возомнил себя Богом, возомнил себя Иляхом, он сделал куфр, он не уверил в Аллаху, субханава тааля, и он из числа притеснительных, из числа тиранов. Также аль-ширк – инна-ширк каля-зульмун азим. Всевышний Аллах говорит, поистине многобожие, это является большим зульмом, это является большим притеснением. Если вспомнить жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейкум ассалям, те люди, которые поклонялись Аллаху, субханава тааля, и наряду поклонялись еще идолам, аль-лятта валь-уззе, они относятся к этим числам. Второй вид притеснения – аль-зульма ля-абда линавси. Когда человек сам себя притесняет, когда оставляет намаз. Аллах, субханава тааля, не нуждается в намазах наших. Аллах, субханава тааля, не нуждается в наших постах, в наших благих делах. Но тем самым человек, оставляя поклонение Всевышнему Аллаху, субханава тааля, притесняет самого себя. И Всевышний Аллах, субханава тааля, в Коране говорит, وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا كِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Поистине, они не сделали притеснения по отношению к нам, они сами себя притеснили, говорит Всевышний Аллах. И третий вид притеснения, это когда человек притесняет другого человека, между рабом Аллаха и другим рабом Аллаха. Или когда он притесняет махлюк, создание Всевышнего Аллаха, будь ли это животное, будь ли это притеснение растению. Это когда он им наносит вред, притесняет их, нанося им вред, их честь, задевает их честь, или их тела, или их богатство, не имея на то права. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, если у кого-то есть какое-то притеснение по отношению к его брату, то пусть он исправит это сегодня, пусть он извинится перед ним, если он его чем-то обидел, словом, или он его обидел каким-то действием, или телесно его обидел, или имущество забрал его, то пусть он с ним расплатится сегодня, пусть он сегодня попросит у него прощения перед тем днем, когда не будет ни динара, ни диргама, то есть он не сможет уже, Если даже захочет отдать долг или захочет отдать те богатства, которые он у него забрал, у него не будет этого, ни динара, ни диргама. Но если у него будут благие дела, у него будут забираться эти благие дела и отдаваться ему. Настолько, сколько он причинил ему, насколько он притеснил его. Субханаллах, человек постится в Рамадан, молится. И вот это все будет браться, если он притеснил кого-то, возьмут и отдадут ему. Тому, кого он притеснил. А если у него не будет благих дел, возьмут из грехов, грехи этого человека, которого он притеснил, и наложат на него. Пусть Аллах сделает нас из числа праведных, чтобы Аллах сделал нас из числа справедливых, иншаллах. Пусть Аллах сказал пророк Мухаммад, самые любимые перед Всевышним из людей – это те, кто более полезны людям. И самые любимые из дел перед Всевышним Аллахом – это радость, которую человек может вселить в сердце другого человека. Когда ты сможешь отдалить от него какую-то проблему, или сможешь помочь ему расплатиться с его долгом. Или ты сможешь отдалить от него голод, то есть сможешь, если он нуждается в виде, накормить его. И если ты со своим братом пойдешь, чтобы помочь его в его хаджате, в его какой-то нужде, ты пойдешь и поможешь ему, это лучше, сказал пророк, чем делать иатикав, чем делать поклонение в мечети целый месяц. И мы не должны забывать то, что Всевышний Аллах обращается к мусульманам и говорит, ко всем людям Аллах обращается. И в данном случае Аллах говорит пророку, И не считай, будто не ведает Аллах о том, чем заняты притеснители. Поистине он дает только строчку им до того дня, когда люди будут возводить взоры от страха того, что они увидели. То есть притеснитель, Аллах ему дает отсрочку, если он не покается, то в судный день он увидит и будет в страхе от того, что он совершил.